Радикальными идеалами и алгебраическими многообразиями имеется взаимноднозначное соответствие. Если многообразие неприводимое, то соответствующий ему идеал будет не только радикальным, но еще и простым. Простой идеал по определению, это такой идеал, в котором в случае, если произведение двух элементов кольца попало в этот идеал, то хотя бы один из множителей должен принадлежать этому идеалу. Вот определение простого идеала. Значит, вот этот идеал таким образом простой. Простой идеал. Ну, давайте я обозначу его вот таким вот. Думаю, надо это или не надо. Давайте и с домиком обозначим пересечение этого идеала с кольцом. Ну, пусть у нас комплексные. пространство и многочлены с кольцом. Вот таким. Значит, с домиком это все многочлены, в которых нет переменной xn. Все многочлены из идеала i, в которых нет переменной xn. Ну, вот этот идеал, можно доказать, это упражнение для вас, можно доказать, что этот идеал является простым. Тоже, если и простой, то этот идеал простой. И ему отвечает некоторое многообразие в n-минус одномерном пространстве. То есть множество точек в пространстве n без единицы, которые обдуляются данным идеалом. Ну, вот довольно несложно понять, что если мы вот таким образом обозначим наименьшее алгебраическое многообразие, которое содержит множество P от V, можно говорить, что это замыкание, алгебраическое замыкание, или замыкание по-зарезкому, то вот это множество V с домиком, вот это многообразие V с домиком и будет алгебраическим замыканием проекции. Это пока все довольно-таки несложные наблюдения. А вот теперь теорема проекции, которая совсем уж тривиальной не является. Даже если кому-то на интуитивном уровне покажется, что это так и должно быть, то вот мы с вами, естественно, рассмотрим доказательства. И мне кажется, что доказательство будет для вас несколько неожиданным. Оно будет совершенно алгебраическим, будет использовать такие существенные алгебраические понятия, в том числе понятия алгебраической независимости, зависимости. А что же за утверждение? Значит, это все о том, как устроена проекция неприводимого алгебраического многообразия. Значит, для любого строгого подмногообразия V, значит, W – это тоже алгебраическая многообразие, совершенно произвольное алгебраическое подмножество, не совпадающее с V. Существует строгое подмногообразие V с домиком со следующим свойством. В с домиком минус Z вложено в P от V. Да даже не в P от V, в P от V оно вложено. В P от V минус W. Значит, V с домиком без подмногообразия Z строгого целиком состоит источник, принадлежащий образу многообразия V, из которого надо вычесть какое-то строгое подмногообразие. Вообще-то, собственно, и есть нетривиальная часть теоремы проекции. Есть еще и тривиальная часть, но я ее напишу все-таки. Но это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно, потому что в из домиком содержат проекцию многообразия V. А вот теперь собственное доказательство. Итак, в неприводимом многообразии V пусть выбрано строгое подмногообразие W. То, что W не совпадает с V, означает, что найдется многочлен, который обнуляется на W, но при этом не обнуляется на V. Ну, если бы было не так, то, думаю, Льва совпадала бы с вами. Вот давайте такой многочлен F рассмотрим. Так, ну вот, давайте я введу обозначение. Через Y я буду обозначать вектор переменных от X1 до Xn-1. Ну, а чтобы не писать индекс, вместо Xn буду писать Z. Договорились? Таким образом, вот точка или переменная X – это Y,Z. Yn минус одномерный вектор, Z – одномерный. Значит, вот этот многочлен F можно записать следующим образом. Значит, свободный член – это многочлен от Y. Я хочу записать F, как многочлен от Z. F1 от Y на Z. Плюс F, ну пусть K, от Y на Z в степени K. Ну и, конечно же, FK от Y не нулевой, многочлен, иначе зачем было бы писать, да? Ведем еще одно понятие, оно, мне кажется, не появлялось пока что. Значит, переменную X1 можно рассматривать, ну, это многочлен, конечно, да? X1 – многочлен. Значит, можно рассматривать как функцию, конечно, функция определена на всем пространстве Айн, правильно? Ну, можно сузить область определения в своих мыслях и полагать, что эта функция определена на многообразии V. Ничто нам не мешает рассматривать многочлены, ограничив мысленные их области определения до многообразия V. Значит, вот получается множество функций, которые... Ну, понятно, что они образуют кольцо. Вот это кольцо называется координатным кольцом многообразия V. То есть это просто кольцо элементами, которые являются многочлены, как функции, которые рассматриваются только на многообразии V. Ну, это что означает? Что если два многочлена совпадают на V, а вне V могут не совпадать, то это один и одна и та же функция. Значит, вот координатное кольцо. Ну, давайте я вот это координатное кольцо обозначу через Rn. А Rn, конечно же, получается из основного поля при соединении так называемых координатных функций. Таким образом, x1, xn... Не сможет было бы, чтобы подчеркнуть то, что переменные писать, скажем, большие иксы. Ну, а в тот момент, когда переменные начинают рассматриваться как функция только на многообразии, писать маленькую букву, но я не буду этого делать, буду писать маленькие буквы. Значит, вот x1, xn, если мы считаем, что это координатные функции, то есть многочленные, определенные только на V, то вот кольцо, n-ное координатное кольцо, получается, естественно, кольцевым присоединением к основному полю вот этих самых функций x1, xn. Ну, естественно, Rn-1 – это вот такое. Это кольцо, которое мы обозначим вот таким вот образом. так, а вот теперь, значит, вот этот самый многочлен F. Вот F от Z, конечно, но я напишу вот так вот. То есть это многочлен F от Z. Ну, все-таки, ладно. F от Z, но его коэффициенты – это функции от Y. Многочлены от Y, и мы рассматриваем их только на многообразие V. То есть это элементы координатного кольца. Значит, вот этот многочлен обращается в ноль в каждой точке многообразие W. Ну, по его выбору. Но при этом не является нулевым. При этом не является нулевым. Нулевым на V. Значит, если в какой-то точке значение вот этого многочлена… Ну, давайте, все-таки я сейчас напишу вот так вот. Если в какой-то точке значение этого многочлена не ноль, то отсюда вывод однозначный. Эта точка не может принесать W. Вот, давайте это зафиксируем наблюдение. Теперь координатный элемент Z. Z – это элемент кольца РН. Z – это элемент кольца РН. А РН получается из предыдущего кольца кольцевым присоединением элемента Z. Очевидно. Теперь, поскольку исходное алгебраическое многообразие неприводимо по предположению, идеал, ему соответствующий, является простым. Простым. А вот соответствующее координатное кольцо отсюда следует должно быть непременно целостным. Что значит целостное кольцо? Нет делителя нуля. То есть это эквивалентно простоте. Простоте. Вот. А если нет делителей нуля, то данное кольцо можно вложить в поле формальных дробей или в так называемое поле частных. Ну, а дальше можно рассматривать понятие... Ну, понятно, что поле частных для РН является расширением поля частных для кольца РН минус 1. Вот. И можно говорить о балгебраической зависимости и независимости элементов одного поля над своим подполем. Но одновременно можно говорить об алгебраической зависимости или независимости элементов кольца РН над кольцом РН минус 1. Ну, поскольку эти кольца целостные, сопоставляются с тем, как эти понятия зависимости и независимости определены были для полей. Ну, и так. Вот первый случай. Два основных случая. Первый случай. ЗН не является алгебраическим. Н от РН минус 1. Не является алгебраическим, но для РН минус 1. А что это означает? Значит, ну... Другими словами, Z-трансцидентно. Z-трансцидентно. Z не является корнем алгебраического равнения НМО. Что можно сказать о данном случае о многообразии В с домиком, если Z не является алгебраическим над Н минус 1 координатным кольцом? А сейчас я утверждаю, что в этом случае оно совпадает с пространством АН минус 1. Ну, если бы было не так, то был бы многочлен от Y к Z, да? Не нулевой, обнуляющийся на В. И, значит, Z было бы корнем нетривиального многочлена с коэффициентами из кольца РН минус 1. Значит, вот в этом случае В с домиком совпадает с АН без единицы. Ну, а теперь в качестве Z давайте выберем пересечение вот таких вот многообразий. Значит, ясно, что пересечение этих многообразий не совпадает с В с домиком. Правильно? Иначе бы многочлен F на всем В обнулялся. Значит, вот это Z вот так вот. Ну, а теперь вот смотрите, возьмем вот любую точку Y непринадачью Z и вот все дальше любая точка для любого Z вот такая точка будет принадлежать V вот следствие трансцендентности функции Z ну, вот видите, я тут иногда таким образом и точки обозначаю ну, надеюсь, что это не запутает вот но поскольку многочлен вот в точке Y вот этот многочлен не нулевой поскольку хотя бы один звук коэффициентов не нулевой поскольку мы исключили вот это множество Z большое значит, у нас есть не нулевой значит, уже смотрите, когда мы возьмем точку Y F0 F1 Fk это будут уже числа и хотя бы одно из них не равно нулю то есть у нас есть не нулевой многочлен не нулевой многочлен который имеет конечное число корней безусловно значит, если возьмем в качестве Z любую точку которая не является корнем то F не равно нулю для соответствующих значений Y и Z и значит эта точка не принадлежит W таким образом над любой точкой Y имеется много точек Z на самом деле это любые значения Z комплексные да за исключением конечного числа за исключением корней вот этого многочлена для соответствующей точки Y вот и все они будут принадлежать многообразию V ну значит Y является проекцией правильно является проекцией причем именно вот с таким вот способом вот случай трансцендентной функции Z таким образом разобран еще интересный случай когда Z алгебраический элемент второе Z алгебраический элемент над N-1 координатным кольцом ну раз алгебраический элемент значит есть для него минимальный многочлен обычный минимальный зачлен конечно берется в поле в поле над которым Z алгебраический Z алгебраический над полем частных для R-1 ну а поскольку элементы поля частных это рациональное отношение многочленов то есть и многочлены то есть есть многочлен с коэффициентами Z R-1 который обнуляет Z и это многочлен наименьшей степени вот тот самый минимальный многочлен для алгебраического элемента Z вот давайте его рассмотрим ну давайте через G его обозначим G многочлен от Z это конечно же это вот G 0 от Y плюс G1 от Y на Z плюс G L скажем от Y до Z степени L ну конечно же это не есть 0 ну можно сказать что и вот это не есть нулевой многочлен иначе степень можно было бы понизить так и еще один многочлен ведем в рассмотрение это будет доказательство трех многочленов значит F уже появился с самого начала теперь G появился еще один многочлен я его давайте через H обозначу ну вот F поскольку Rn получено присоединением к Rn без единицы алгебраического элемента то в расширении все элементы являются алгебраическими значит F тоже является алгебраическим элементом и для F можно написать минимальный многочлен еще я пишу минимальный многочлен для F ну опять-таки здесь и нулевой свободный член как многочлен от Y не нулевым должен быть и старший тоже не нулевым ну и теперь вот выбор Z выбор Z такой давайте возьмем объединение вот таких вот многообразий а здесь H0 от Y равно нулю ну и конечно это объединение надо пересечь с воздомиком ну может быть оно больше чем воздомиком может так случиться теперь V с домиком уже не совпадается с минус одномерным афинным пространством меньше вот такое Z значит я утверждаю что вот любая точка из V с домиком над любой точкой из V с домиком минус Z есть точка многообразия V не принадлежащая его под многообразие W ну а значит вот это включение имеет место ну вот смотрите значит это ведь дождественно ноль на самом-то деле правильно ну не многослед долевого многослед нетривиальный но если мы будем брать функции Y и F на многообразие V то это ноль поскольку F является это минимальный многочин для F F ему удовлетворяет вот значит если мы возьмем точку в которой точку Y в которой H0 от Y не есть ноль то в этой точке F не может быть ноль значит если над этой точкой Y есть точка вот такая YZ многообразие V то она попасть в W не может осталось понять всего лишь одну вещь ноль почему А тут оба свойства выполнены, если мы не будем брать точку из z. То есть и это нарушено, и это нарушено. Вот если g, l от y не равно нулю, старший коэффициент не равен нулю, подставляем такой у, ясно, что это есть ненулевой многочлен. Он имеет конечное число корней. И вот надо один из двух корней выбрать. Надо выбрать один из двух корней. Ведь это же минимальный многочлен для z. Правильно? Значит, на самом-то деле так вот должно быть на многообразии. Значит, вот надо выбрать, непременно выбрать один из корней. Ну а теперь вот вопрос, если мы... Значит, собственно, метод вот такой. Выбираем точку y. Из v с домиком, но так, чтобы не попало в z. Так, чтобы не попало в z. Тогда, значит, вот число же l от y не нулевое. У нас есть многочлен степень L в точности степени L. Он имеет не больше, чем L корней. С учетом кратности он имеет L корней. Если все корни различны, то это будет L различных корней. Так вот, я утверждаю, что любое такое z можно взять. И тогда точка y, запятая z будет принадлежать многообразию v. Многообразию v. А если еще h0 от y не равно нулю, то эта точка точно не попадет в w. То, что нужно. Значит, вот почему... Почему можно взять... Почему вот в такой... Точки y, запятая z обнуляются все многочлены, принадлежащие идеалу и большое. Но это вот условие, да? На то, что точка полежит многообразию v. Ну, хорошо. Берем, давайте. Берем любой многочлен. Я рассматриваю его как многочлен от z. И тогда z является корнем, да? Функция z является корнем этого многочлена, если считать, что это многочлен с коэффициентами zrn без единицы. Но вот этот-то многочлен минимальный Значит, φ должно делиться на g. Так... φ должно делиться на g. Но есть проблемка. То же есть проблемка. Значит, φ большое и g это многочлены коэффициенты, которых принадлежат к кольцу. rn без единицы. А деление в поле должно выполняться, в соответствующем поле частных. Значит, коэффициенты q вообще говоря, это коэффициенты поля частных. Но можно что заметить? Что всегда можно степень gL взять gL от y ну, какая степень? Ну, не знаю, пусть она большая. То есть всегда можно получить вот такое равенство, где все многочлены уже являются многочленными с коэффициентами из кольца rn без единицы. Ну, понятно, как деление столбиком выполняется. Вы же там смотрите делить это на старший коэффициент. Значит, в итоге, если вы на какую-то степень старшего коэффициента умножите, вы получите равенство многочленов с коэффициентами из кольца rn без единицы. Вот. Ну, а что теперь полететь? Вот подставляем вот соответствующие числа не числа то точку yz берем по нашему рецепту g обращается в 0 значит, левая часть обращается в 0 gL от y не 0 значит, f большое 0 значит, каждый многочленный диалог в выбранной нами точке y,z обращается в 0 и вот теорему доказано ну, а теперь судите сами можно ли считать тривиальной теорему с таким ну, в общем-то относительно необычным доказательством поскольку можно так сказать ничто не предвещало что будут использоваться такие аргебраические средства для получения того, что в этой теории не утверждается проекция так ну, следствие, конечно из этой теоремы можно более общую теорему получить относительно проекции вот, скажем, вот таких вот где ПК-то это проекция точки многообразия ну, точки вот в комерное пространство в комерное пространство вот ну, здесь, наверное ну, что фактически можно сформулировать полный аналог доказанной на метеоремы все тоже справедливо то есть если мы через В с домиком обозначим алгебраическое замыкание проекции то опять-таки для любого строгого подмногообразия существует строгое многообразие вот с таким вот свойством но здесь вот с домиком уже будет принадлежать к комерному пространству а? а ну ПК-то да, здесь стало так, чтобы была видна разница но смысл В с домиком и Z и W уже изменился хотя смысл Z и W тот же а вот смысл В с домиком изменился В с домиком уже лежит в комерном пространстве первых как координат значит это можно доказывать можно сказать по индукции то есть надо вот эту проекцию представить как композицию проекций то есть сначала N мерное на N-1 проектируем используем доказанную теорему потом N-1 на N-2 и так вот дойдем до комерного последовательно применяя теорему на проекцию и в итоге возникает возникнет ровно то что я здесь написал ну вот предоставляю вам возможность самим это рассуждение провести а там мы теперь готовы один из основных результатов сформулировать относительно устройства неприводимого алгебраического многообразия сформулировать поднимаемся сформулируем всё как еще мы координатные функции x1, xn давайте выберем из них максимальную алгебраически независимую подсистему и пусть там окажется d-функцией ну и давайте их переупорядочим так, чтобы первые d-функции были алгебраически независимыми а что тогда получится? тогда будет вот такая система алгебраически независимая над основным полем а это для нас поликомплексных чисел а вот функции xd плюс 1 xn алгебраически зависит от x1 и так далее xd фактически этот выбор означает, что мы можем перенумеровать оси координат ну так, чтобы первые d-координат соответствовали алгебраически независимым координатным функциям значит, вот вот эти функции это то, что называется базис трансцендентности правильно? вот если мы к полю c присоединим вот эти элементы x1, xd, xn n-координатных функций присоединим получим целостное кольцо вот и степень трансцендентности поля частных этого кольца а мы будем также говорить, что это степень трансцендентности данного кольца на c ну, позволим себе такой оборот речь, она равна d в точности и вот эти первые координатные функции образуют базис трансцендентности в этом случае в этом случае как устроена вот эта проекция а мы уже знаем, что ее алгебраическое замыкание вы с думаем, да? будет совпадать с окатом ну, как мы это если не так то элементы x1, xd оказались бы алгебраически зависимы будет бы не тревять многочлен, который их обнуляет многообразно вот алгебраическое замыкание совпадает с окатом ну, я не утверждаю, что сама проекция совпадает с окатом необязательно ну, вот из теоремы проекции можно довольно очевидным образом вывести следующее что если что из окатова в данном случае из всего окатова можно вычесть некоторое строгое алгебраическое подмногообразие и над каждой точкой в этом множестве существует точка yz принадлежащая нашему неприводимому многообразию правда это мгновенное применение теоремы проекции ну, вот что-то вроде графика можно рассматривать вот как над точками y находятся точки многообразия над всеми точками y или не над всеми не знаем но заведомо над всеми за исключением некоторого строгого подмногообразия обязательно будут точки многообразия v это понятно вот менее понятно может быть то что можно z выбрать таким образом что вот этих точек будет конечное число еще менее в данный момент очевидно менее очевидно что это конечно что можно z выбрать таким образом что этих точек будет не только конечное число но даже одно и то же число значит вот теорема теорема если многообразие v неприводимо а первые d координатных осей соответствуют алгебраически независимым независимым координатным функциям то можно в комерном пространство эфирным изъять некое строго алгебраическое подмногообразие и тогда над каждой точкой того множества которое останется будет находиться одно и то же число точек нашего алгебраического многообразия v вот такая теорема на самом деле теорема существования z такое что над каждой точкой лежит одно и то же число точек v даже можно сказать чему это число равно равная степень расширения равной степени расширения ну мы привыкли говорить конечно о степени расширения полей в данном случае целостные кольца однозначно определяют свои поля частных поэтому это есть я таким образом обозначаю степень расширения поля частных кольца rn над полем частных кольца rd то есть это степень расширения поля рациональных функций от переменных функций x1 xn над полем рациональных функций от функций x1, xd. Нет, переменных, от функций. А функции рассматриваются на многообразии v. Еще вот такая теорема, которая следует действительности доказанной нами теоремы проекции. Ну, как здесь надо действовать? Ну, конечно. Значит, вот есть исходное многообразие vn, ну, есть цепочка vn. А это есть v с домиком. Ну, или в данном случае это все димерное пространство. Так, а здесь вот буква k неожиданно появилась, конечно, это d. Значит, что это за многообразие? Это исходное многообразие. vn-1 – это алгебраическое замыкание проекции. n-1 – это мебельное многообразие. Дальше. – Что-что? – А, вот здесь, да, k – это непонятно откуда взялось, конечно. Никто не спросил. Тем не менее. Да, и в теореме тоже. Ну, вот видите. Ну, видимо, вы автоматически скорректировали. Мысленно заменили Канады. Это правильно. Ну, а теперь я это сделал явным образом. Ну, надо вспоминать само доказательство теоремы проекции. Значит, вот kvn проектируется на n-1-мерное пространство. Значит, вот помните, там вот этот… Ну, естественно, z-алгебраическим является в этом случае. Правильно? Вот. Минимальный многочлен для z у нас фигурировал в рассуждении. Степень L. Максимальное число корней L. Максимальное число корней L. Больше быть не может. Но если мы будем дальше… Вот здесь одно значение L. Дальше, когда мы от vn-1 к vn-2 будем спускаться, да? Ну, там другое значение L. Значит, общее число точек. Вот все эти L надо перемножить. То есть понятно, что это конечность. И даже ограниченное неким общим числом. Но вот если все корни минимального многочлена для xn, для координатной функции xn, да, все корни разные оказались в той точке, которую мы через y обозначали. Если они… То это L разных корней. Значит, в точности L точек. Над точкой… Ну, вот… М-минус одномерного пространства. Ну, значит, надо понять, а когда корни разные. Ну, и здесь идея очень простая. Дея очень простая. Вот множество, когда могут быть кратные корни, да, это есть некое алгебраическое подмногообразие, причем строгое. Значит, если его изъять, то в оставшихся точках минимальный многочлен для n-ой координатной функции, для xn, будет иметь разные корни. Попарно разные корни. Не будет иметь кратных корней. Значит, есть понятие… Ну, вот смотрите, есть… Пусть есть какой-то многочлен. Какой-то многочлен. От x… От одной переменной. Ну, давайте я предположу, что это приведенный многочлен, то есть старший коэффициент равен единице. Значит, естественно, этот многочлен можно записать вот таким вот образом. Корни, да? Ну, давайте… тета-1. Х-минус тета-n. Тета-1, тета-n – комплексные корни. Ну, если поле какое-то произвольное, то это элементы некоторого расширения. Здесь поле разложения. А теперь давайте рассмотрим вот такой вот многочлен. Ну, он закачивал тета, конечно, да? Ну, как функция тета – это функция тета-1, тета-n. Правильно? Ну, я, может быть, зря здесь букву x, но пока написал, на самом деле, не зря. Значит, вот такое выражение d. Значит, это есть многочлен от тета-1, тета-n, и очевидно, что это многочлен симметрический. Очевидно ли? Да, любая… После любой перестановки тета-1, тета-n остается тем же самым. А есть теорема симметрических многочленов, которая утверждает, что любой симметрический многочлен является многочленом от элементарных симметрических многочленов. Вот. Значит, это d является многочленом от элементарных симметрических многочленов. А элементарные симметрические многочлены, согласно теореме Виета, Это плюс или минус коэффициенты вот этого многочлена. Значит, вот это выражение t является многочленом от а0, а1, аn-1. И называется этот многочлен d дискриминантом многочлена а от x. Значит, это есть дискриминант. Ну, вот мы старший коэффициент для а от x считаем равным единице при определении дискриминанта. Ну, что-то совершенно очевидно. Что многочлен от x имеет кратные корни, тогда и только тогда, когда коэффициенты таковы, что значение дискриминанта на этих значениях коэффициентов есть 0. Значит, вот возвращаемся к нашей теореме о строении алгебраического многообразия. Значит, вот здесь есть тот самый минимальный многочлен для функции xn. Давайте посчитаем его дискриминант. Ну, на самом деле, мы на старший коэффициент поделим, найдем дискриминант, ну, а потом получим многочлен, сделаем коэффициенты многочленные рациональными, умножив на степень, на некоторую степень того, на что мы делили. То есть на степень старшего коэффициента. Вот. Ну, и что же, вот таким образом мы можем написать многочлен от коэффициентов минимального многочленного до xn, будет многочлен от y, на самом деле, да? И вот если он равен 0, то корни кратный, не равен 0, не кратный. Значит, если мы вычтем также, изымем многообразие, в которых обращается в 0, или этот самый дискриминант, то в любой точке, которая остается, минимальный многочлен для xn будет иметь попарно различные корни. То есть ровно l корней. Вот идея. Вот идея. Ну, вот таким образом мы из vn без единицы изымаем некоторое многообразие, еще раз применяем теорему проекции из vn-2 изымаем многообразие, и так в итоге мы из ad должны отнять некоторое, ну, и можно понять, что в действительности собственное, под многообразие, а уже вне, для любой точки, которая не принадлежит тому, что мы изъяли, да, над ней будет точка vd плюс 1, причем столько точек, какова степень соответствующая минимального многочлена, над уже построенной точкой будет конечное число точек уже в ad плюс 2, чем сколько степень соответствующего минимального многочлена, ну, и в результате сколько точек вот мы таким образом получим произведение степеней минимальных многочленов. Ну, а степень расширения вычисляется как произведение степени, при последнем расширении степени перемножаются, значит, в итоге над каждой точкой после изъятия под многообразие будет ровно столько точек, ровно столько, какова степень этого расширения. Ну, вот если все то же самое не писать более, не расписывать более подробно, то можно считать, что мы эту теорему, конечно, доказали. Если вот эти рассуждения, которые я привел... Ну, идеи рассуждений, на самом деле это вполне идеи, которые фактически быстро превращаются в строгое доказательство. Есть формулы, я не стал писать. Что-то совершенно замечательное. У нас есть понимание, как устроено неприводимое многообразие. Похоже на график. На график есть вот это домерное пространство. И если из этого домерного пространства некоторое под многообразие убрать, то над каждой точкой будет одно и то же число точек нашего многообразия В. И это число точек равно степени расширения РД. Вот результат. А можно получить результат еще более тонкий, если оси координат выбрать некоторым более специальным образом. Но пока мы их только перенумеровали. А вообще-то можно от одной афинной системы координат перейти к другой афинной системе координат ничего с многообразием не случится. Правда, оно останется в гибридическом многообразии, тем же самым геометрическим местом точек, но уже координатные функции приобретут некоторые другие свойства. И вот, оказывается, существует возможность, всегда существует возможность взять такую систему координат, в которой первые D-координатные функции будут алгебраически независимыми, а остальные координатные функции, конечно, будут алгебраически зависеть от первых D-функций, но более того, они будут целыми алгебраическими элементами над кольцом РД. И более того, в кольце РКТа координатная функция ХКТа будет целым алгебраическим элементом над РК-1. Вот некое преобразование системы координат, которое можно с полным правом назвать преобразованием ньютер. То есть мы тут получаем некую другую афинную систему координат, но при этом первые координатные функции алгебраически независимы, а ХКТ является целым алгебраическим элементом над РК-1. над предыдущим, естественно, это при РК-1. Значит, вот такую систему координат всегда, оказывается, можно получить из исходной для любого неприводимого многообразия, но соответствующее преобразование вполне можно называть преобразованием ньютер, потому что его существование обеспечивается так называемой лемой ньютер. Ньютер – это эми-ньютер. Женщина-математика, которая считается одной из создательниц, одним из создателей алгебраической геометрии. Ее отец Макс Ньютер – тоже известный математик. Вот я люблю так пошутить, что Макс Ньютер является отцом алгебраической геометрии. Ну, в том смысле, что он отец эми-ньютер. Так, а значит, вот эта лема ньютер, она, сейчас я покажу, как это делается, но фактически мы что-то похожее уже делали, когда доказывали теорему Гильберта о нулях. Ну, помните, нам нужно было, чтобы хотя бы один из коэффициентов при старшем члене был ненулевым. И для этого мы выполнили некое преобразование. Ну, в нашем доказательстве теоремы о нулях по индукции. Было некое такое преобразование. Вот это и фактически, ну, и есть преобразование, которое предлагается в леме, принадлежащее менютер. Ну, конечно, да, вот эти самые х-н, да, пусть х-1, х-н алгебраически зависимы. Значит, если они алгебраически независимы, то доказывать нечего. Просто n равно d в этом случае. Пусть они алгебраически зависимы. Тогда, да, и при этом, ну, когда вот есть многочлен от этих переменных, нетривиальные, равные нулю, и х-н там присутствует. Х-н присутствует в этом многочлене. Значит, можно этот многочлен записать как многочлен от х-н. Значит, если бы старший коэффициент равнялся единице, то это уже было бы соотношение целой алгебраической зависимости х-н над кольцом от х-1, х-н минус 1. Правильно? Если бы. Вот, ну... Да, дверь можно прикрыть, конечно. Вот, ну, здесь мы поступаем вот как мы, этот самый многочлен, ф-1, х-н, а это у нас... Мы бы так сегодня написали, f от y и z, да. Как многочлен от z... Ну, подождите, нет, пожалуйста, так не буду писать. Мы вот так напишем. Напишем однородный многочлен самой высокой степени. Ну, а дальше однородный многочлен меньшей степени. Вот. Ну, и, наконец, может быть, константа, да? Тоже однородный многочлен нулевой степени. Ну, в любом многочлен так можно записать. То есть собираем все члены, степень которых в точности, все маномы, степень которых в точности, некоторые самая большая степень, степень, а потом степень и меньшая, и так далее. То есть любой многочлен переменных так можно представить. Согласны? А после этого мы делаем вот такой вот переход. вот у1 плюс c1, yn, yn, yn-1 плюс cn-1, yn, yn. Ну, то есть вот это вместо x1, это вместо xn-1, а это просто xn. Вот такое, понятно, что это линейное преобразование. Это линейное преобразование, определяющее другую афинную систему координат. Какие бы мы c1, cn-1 не взяли, какие бы числа, мы можем выполнить переход к другой системе координат с тем же началом. С тем же началом. Ну, вот оси как-то так вот изменятся. И теперь, если мы это распишем, используя представление в виде суммы однородных многочленов разных степеней, то что возникнет? Вот самый старший, как многочлен от yn это будем рассматривать, вот самая старшая степень по yn какая? И с каким коэффициентом? Ну, понятно, вот с таким коэффициентом. А здесь будет yn, степень n, плюс, ну, а дальше члены меньшей степени будут по yn. Ну, вот можно... Ну, давайте я напишу фи... yn... Да нет, ну... Не буду выписывать, просто степень по yn меньше. Ну, и теперь фокус-то есть... Тот же фокус, который и был раньше продемонстрирован. Мы можем числа c1, cn-1, выбрать таким образом, что вот это будет число отличное от нуля. Вот. Ну, а дальше, конечно, можно это число и поделить. Получится многочлен с тем же свойством, то есть он будет обнулять x1, xn, коэффициенты его многочлены, и окажется, что yn, новая координатная функция, является целым алгебраическим элементом над кольцом от предшествующих ей координатных функций. И вот это и есть преобразование предложенное m-n, но оно, на самом-то деле, оказывается, нам уже встречалось. Вот. Ну, а теперь, раз уж есть такая возможность, давайте считать, что для задания многообразия используется афинный координат, удовлетворяющий условию, скажем, условию ньотер. То есть вот эти первые d координатных осей соответствуют базису трансцендентности в координатном кольце нашего многообразия, а дальше k-тая координатная функция над k-1 кольцом является целым алгебраическим элементом. вот. Ну, а теперь можно вот что доказать. над каждой точкой d, над каждой, не надо вычитать никакой многообразия, над каждой точкой демерного афинного пространства имеется конечное число точек многообразия, сильнее, чем было. Ну, вот тут две части в этом утверждении, ну, пожалуй, что это даже вполне достойно теоремой называться. тут целых два утверждения. Значит, первое, что у нас в каждой точке непременно находится точка многообразия. А второе, почему таких точек бесконечно много быть не может. Обязательно конечное число. Вот, я даже не знаю, справимся ли мы с обеими частями прямо-таки сегодня, но начнём. Хотелось бы хотя бы с первой частью разобраться. Вот здесь идея в рассуждении вполне естественная. Ну, вот давайте возьмём точку. возьмём точку в домерном афинном пространстве. Наша задача показать, что можно найти числа кси d плюс 1 кси n вот такие, что получится точка принадлежащая многообразию v. А если не так? А если это неверно? давайте рассмотрим вот такую систему уравнений. И ещё все уравнения определённые идеалом многообразия v. Ну, возьмём, например, базис идеала v на систему полигональных уравнений. Значит, если неверно то, о чём я говорил, то это многообразие пустое. Правильно? Значит, нет ни одной точки определённой обнуляющей идеалы, в которой бы обнулялись и вот эти многочлены. А есть теорема Гильберта о нулях. Даже вот в той части, которая считается обобщением основной теоремы алгебры. Значит, в каком случае может быть, когда кольцо, порождённое вот этими многочленами, совпадает со всем кольцом многочленов от n-переменных. Ну, если говорить о координатных функциях, то это будет означать, что вот это кольцо будет совпадать с кольцом координатных функций. С кольцом координатных функций. Значит, что это означает, что если мы x1 минус x1 умножим на что? На rn, конечно, да? То есть, это и есть идеал, порождённый данными координатными функциями. Ну, идеал в rn в кольце координатных функций, что это есть rn. Вот это означает, что действительно неверно то, что мы хотим доказать. В точности вот это. Ну, вот и смотрите, что ещё будет. А вот если мы рассмотрим вот такой вот идеал, тут можно заметить, что он-то уж точно строго меньше, чем rd. Это требует пояснения. Это требует пояснения. что-то давайте заметим, что если некий многочлен обнуляется на неком множестве, то он обнуляется также и на алгебраическом замыкании этого множества. Ну, вот. Значит, вот эти функции x1, xd, они определены, но не на всём демерном пространстве формально, да, а только на таких вот точках, над которыми есть точки многообразия в формах. Так, алгебраическое замыкание того множества, на котором определены x1, xd, совпадает совпадает с ad. Значит, вот можно считать, что здесь есть такое взаимно однозначное соответствие между вот этими функциями x1, xd и функциями, которые определены на всём ad. на всём ad. Ну, а на всём ad, если мы возьмём точку, в которой x1 равняется x1, xd равняется xd, то здесь получится 0, а единица никак не может получиться, да, то есть что значит, что здесь равенство с rd? Тогда есть единица, правильно? Значит, если есть единица, то будет полиномиальная линейная комбинация вот этих функций, а этого не может быть. Значит, вот видите, вот есть два соотношения, и вот надо убедиться в том, что эти соотношения одновременно выполняться не могут. А причина здесь вот какая. Ну, есть довольно красивое утверждение лемона Каямы. Довольно красивое. Оно вот какое. Представьте, что у вас есть в кольце некий идеал, пусть жи. А кольцо К вложено в более широкое кольцо Л. Причем кольцо Л является конечным пораженным модулем над Ка. Ну, конечный пораженный модуль это как линейное пространство, только вместо поля используется кольцо. Вот. Значит, вот если вот есть жи строгое, жи является идеалом строго меньше, чем Ка, тогда если мы рассмотрим жи Л, а жи Л это есть уже, значит, что такое жи Л? Это множество всех таких вот сумм. Элемент из жи умножается на элемент из Л, и вот такие вот элементы складываются, любое, конечно, еще так определяется произведение вот этих идеала жи и кольца Л. Значит, это будет очередной идеал в Л. Так вот, оказывается, что этот идеал не может совпадать. То есть, говорят, что этот идеал в Жи Л получается поднятием идеала жи был жи, это идеал в К, а мы по идеалу жи строим идеал в Л. То есть, вот Жи Л уже будет идеалом в Л, который получается поднятием идеала жи до идеала в Л, идеала в более широком кольце. Ну, вот, собственный идеал, то есть, строго меньше, чем все кольцо К, идеал при поднятии остается строго собственным, то есть, строго меньше того кольца, в которое мы его поднимаем. это если бы накаямы. Ну, тут вот понятно, что если это доказано, то то, что нам нужно, сразу получается. То есть, эти два соотношения оказываются в противоречии. Ну, а это как доказывается? Ну, каждый, возьмем то, что называется порождающая система, скажем, тета 1, тета, ну, пусть, тета 1, принжет L, и каждый элемент из L есть линейная комбинация вот этих элементов с коэффициентами из К. Ну, а если предположить, что L равняется же L, то получится, что тета 1 есть вот вот какая-то такая линейная комбинация, тета n есть аналогичная линейная комбинация, а n на тета n, а вот коэффициенты i и g принежат идеалу. Вот, ну, что можно сделать? Собрать коэффициенты в матрицу, минус единичная матрица, определитель, и это есть 0. Это есть 0. Ну, посмотрите, что означает левая часть. Там есть минус единица в степени n, и это будет элемент идеала G. Получается, что единица это элемент идеала G. А если единица есть элемент идеала G, то идеал G совпадает со всем кольцом. Это доказательство Лемона Каяма, но и одновременно доказательство части вот этой теоремы. То есть, над каждой точкой только может быть конечное число. Тоже не очень тривиальное утверждение, но об этом и в следующий раз. Так. Какая Что? Какая филибияка? Это не что?